Кирпич перед Магаданнефта. Дорожный знак «Въезд запрещен» установили со стороны кольцевой развязки 31-го квартала при въезде на заправочную станцию. Теперь водители смогут проехать КЗС только с проспекта Ленина до Кольца. При въезде на прилегающую территорию автозаправочной станции Магаданнефта установлен запрещающий дорожный знак номер 3.1 «Въезд запрещен». Установка данного дорожного знака согласована с владельцем автодороги департаментом САТЭК мэрии города Магадана. Госавтоинспекция Магаданской области просит водителей быть предельно внимательными и соблюдать требования установленного дорожного знака. По словам специалистов, установили знак по нескольким причинам. Одна из них – благоустройство новой территории, прилегающей к строящемуся спортивному комплексу «Президентский». Потому что в данном направлении будет проделана пешеходная дорожка. Мы же знаем, что там строится ФОК президентский, поэтому граждане, которые не имеют автотранспорта, они как-то туда должны доходить. Поэтому заранее был уже установлен знак «Кирпич», для того, чтобы водители привыкали к тому, что в дальнейшем этого проезда там не будет. Еще одна важная причина установки знака – безопасность пешеходов и самих автомобилистов. По словам экспертов, выезд заправки очень широкий, поэтому на АЗС возникают три конфликтных места, в которых могут произойти аварии. Первое, два места – это в отношении автомобилей, которые выезжают с Колымского шоссе на кольцевую развязку. И третий момент – это движение пешеходов, которые идут вокруг кольцевой развязки. Они выпадают из зоны видимости, и поэтому создается возможность наезда автомобилей на пешеходы. Не все автомобилисты знают, что перед заправкой поставили кирпич. А те, кто в курсе, разделились на два лагеря. Одни считают, что знак нужен, поскольку у АЗС часто случаются аварии. Другие же против, потому что теперь заправляться будет неудобно. Еще нет, не знаю пока. Делали очень неудобно. Очень неудобно. Почему? Ну, потому что приходится объезжать, крутиться, если особенно с той стороны. Ехать со стороны трассы. Я знаю. Как вы к этому относитесь? Ну, нормально, в принципе. Там же идет помеха. Ты как раз, когда поворачиваешь, задается аварийная ситуация, не каждый увидит твой поворот. Нет, не знаю, от вас первый раз слышишь. Как вы к этому относитесь? Досадно будет. Почему? Неудобно. Придется делать большой круг? Нет, первый раз слышу. Как вы к этому относитесь? Плохо. Почему? Потому что нормально заправлялись все время, постоянно. Удобно. Сейчас будет неудобно. Ну, не знаю. Разницы нет. После установки знака, утверждают эксперты, риск аварии станет меньше. Кроме того, в дальнейшем, в сезон благоустройства, проезд сузят. На этом месте будет тротуар, что облегчит передвижение пешеходам. Субтитры предоставил DimaTorzok. Субтитры предоставил DimaTorzok. Исследование затонувших судов и подводной лодки в бухте Нагаева проводят водолазы поисковы спасательного отряда МЧС в рамках ежеквартальных учений. На этой неделе проходит погружение неподалеку от так называемой отсыпки. Здесь на морском дне соседствует затонувшая субмарина С-288 и корабль торпедолов. В суровых условиях Охотского моря аквалангистам удалось не только выполнить погружение, но также и провести подводную съемку. Вечерний Магадан вместе с сотрудниками МЧС выехал на лед, чтобы запечатлеть данное событие. Прибрежные воды в бухте Нагаева хранят в себе более 10 затонувших кораблей и подводных лодок. Каждая из них имеет свою историю. Прямо здесь и сейчас, под толщей льда, водолазы МЧС исследуют подводную лодку С-288. Несмотря на сложные погодные условия, в палатке, в специальной проруби водолазы МЧС готовятся к погружению. Вода враждебная среда для человека, поэтому, безусловно, спуски подвода всегда таят в себе опасность. Это можно неправильно, если ты погружаешься, можно получить баротравму. Причем баротравму можно получить абсолютно на небольшой глубине. И поэтому, для того, чтобы эти спуски производить, спасатели-водолазы проходят определенное обучение. Ежегодную водолазную медицинскую комиссию сдают ежегодно тех минимум. Оба водолаза у нас, которые сейчас производят спуски, первая-вторая группа, так скажем, самая высокая. Опыт большой, соответственно. Люди физически развитые, готовы. Ну и по своему, так сказать, характеру готовы к этой сложной работе. Баланс готов! На дне, на глубине около 18 метров, находится подводная лодка С-288, которая с 1962 года базировалась в Магадане. На ней проводились учения, доставлялись военные грузы, а также выполнялись научно-исследовательские работы. В одно время лодка была вооружена даже ядерными торпедами. В 1973-м в торпедных аппаратах подводники доставили магаданцам к Новому году ели. За свою историю судно преодолевало такие препятствия, как столкновение с ледовым полем, повреждение рубки айсбергом и даже прошло сквозь тайфун. Магаданские бухты активно исследуют для составления подробной карты затонувших объектов. Некоторые из них представляют опасность для экологии края и мешают проходить другим судам. Подробнее о состоянии судна нам рассказали водолазы поисково-спасательного отряда. Дошли до кормы, обследовали полностью торпедное отделение, рубку обсмотрели визуально, вовнутрь не проникали. Ну, опасно, сами понимаете, да, чтобы не поцарапать костюм. В принципе, 80% самой лодки было осмотрено. Теперь покрытая наростами кораллов лодка ожидает своей очереди к подъему и утилизации. Подобные погружения специалисты выполняют регулярно и в других точках. В прибрежной акватории столицы Колымы производятся подготовительные работы к освобождению бухт от затонувших в них плавсредств. Следующее обследование планируется провести в месте, где затонуло судно профессор Моисеев, которое является подводным потенциально опасным объектом. Итоги работы волонтеров в пандемию подвели в молодежном центре на круглом столе. Мероприятие посвящено годовщине акции «Мы вместе». Более 400 волонтеров в марте 2020 года откликнулись на участие в ней. Основным треком акции стала горячая линия для колымчан, нуждающихся в помощи. Волонтеры привозили людям на дом продукты, лекарства, средства индивидуальной защиты. Добровольцы проделали работу по запуску кол-центра для информирования колымчан о голосовании по внесению изменений в Конституцию. На круглом столе специалисты отметили, что у волонтеров есть заслуженные награды за их деятельность. У нас есть большие знаковые, типа молодежные премии «Добрые дела» для премии губернатора, для добровольцев. У нас в прошлом году появился нагрудный знак, как региональная награда, доброволец Магаданской области. Ребята, победители, участники конкурса «Доброволец России» от региона участвуют в окружных федеральных мероприятиях. На круглом столе специалисты отметили, что волонтерам необходимо взаимодействовать с депутатским корпусом. Народные избранники ближе находятся к людям и смогут помочь волонтерам быстрее. Я бы посоветовала, что, может быть, кто-то был бы сгреблен за депутатским корпусом, например, Градскую думу, там, Леволосной думы. Почему? Потому что депутаты на своем участке избирательным абсолютно знают всех. Эксперты отметили, что за время пандемии волонтеры проделали большую работу и помогли многим людям. Поэтому движение «Мы вместе» должно продолжать свою работу. Тюльпаны для милых дам. Сотрудники госавтоинспекции вручили букеты магаданским «Автоледи». Акцию провели в преддверии Международного женского дня. По словам сотрудников ведомства, такое мероприятие стало доброй традицией не только в Магадане, но и во всей стране. Госавтоинспекция Магаданской области поздравляет женщин с наступающим праздником, Международным женским днем. Желает здоровья, счастья, огромной любви, исполнения желаний.